Так, ребята, всем привет! Совсем недавно я выкладывал у себя на канале видео о том, как было бы правильнее всего стартовать на серверах Essence в последнем патче, и раз уж люди там в комментариях поддержали выход второй части ролика, давайте сегодня поговорим на тему того, что делать после того, как ваш персонаж совершил первые шаги в игре и, взяв третью профу, продолжает свое постепенное движение дальше. Ссылка на первую часть ролика, конечно же, находится в описании, если вы не видели, обязательно ознакомьтесь, так как там есть многие базовые вещи, важные для понимания этого гайда. Ну и лайк там тоже не забудьте, кстати, поставить, в этом ролике, кстати, тоже нужно будет поставить лайк, мы старались сделать его максимально крутым с точки зрения информативности, но также и с визуалом отлично поработали, монтажеру Александру в комментариях можно выразить благодарность. Ваша ему благодарность, в отличие от моей, кстати, если что, будет абсолютно бесплатной. В общем, сегодня мы поговорим о том, что делать игрокам на 76 плюс уровне, раскроем тему того, какой клан искать и что в нем делать, какие активности закрывать и с какой периодичностью, подкинем план того, как действовать, если вы накопили немного монет, как правильно доставать важные шмотки игровым путем, разберемся в вопросе того, как найти лучшую для вас локацию и как подготовиться к возможной клановой войне. Поехали! Добро пожаловать в Линадж 2 Эссенс. Не зависть от других. Играй в одно окно, бафаясь самостоятельно. Не трать время на гринд, включая автобой, и персонаж прокачается сам. Боссы усилены, и теперь в открытом мире. Отвою их у всего сервера. Прось вызов Олимпу. Сражайся за звание героя каждый день. Играй бесплатно в Линадж 2 Эссенс на 4гейме. Мы можем ходить раз в неделю во множество важных временных зон, и было бы очень круто, если бы игрок смог вытаскивать оттуда максимум выгоды. У нас есть важные клановые рейдовые боссы, ивентовые рейды, фринтеза, подземелья духов стихий, которые, если что, бафнули в последнем патче. Также у нас есть волоказ и некоторые другие активности, типа клан-арены и так далее. В идеале, конечно, найти клан, который имеет максимально много составов для закрытия всех этих походов, но даже в случае, если ребята просто хотя бы как-то их отхаживают, будет уже очень даже хорошо. У начинающего игрока может появиться мысль о том, что если у него особо нет буста, то и делать там нечего. Однако, даже если вы не можете похвастаться большим уроном, но просто стабильно присутствуете на ивентах, это уже большой плюс. Дядькам в работяжных кланах уже будет очень выгодно иметь стабильного игрока, который со временем так или иначе все равно сможет нарастить свой дамаг. А за активность вы еще и полноценно в дележке дропа будете участвовать, и это очень неплохие средства. Тем более, что сами активности совсем просты, и ничего особенного от вас не требуют, кроме просто присутствия и того, чтобы вы не афкашили лишние 20 минут, а кидали свои касты в нужных мобуф. Также клан поможет вам закрывать многие ежедневные ивенты, типа вторжения монстров, крепости орков и волока. Не то чтобы они очень много дают, но проходив туда всего одну неделю, вы сможете вытащить немало опыта и некоторых элементов экипировки. Не говоря уже о выполнении ключевых заданий, важных для получения ежемесячных наград. Кроме того, не забывайте ходить на Олимпиаду. Кроме ежедневных наград, там можно получить интересную коробку за 50 проведенных боев в месяц. Все эти активности вечерние, и даже будучи взрослым работающим человеком, вы скорее всего будете на них попадать. Еще есть еженедельный поход в грезы, в идеале его закрывать в соло, но по необходимости можно всегда найти одного или двух ребят, что помогут с прохождением. В дополнение стоит закрывать одиночные походы, типа невероятной временной зоны и тренировочного подземелья. Во-первых, там отличный кач, а во-вторых, в награду можно забирать очень важные расходные материалы. В частности, печенье для поддержания энергии персонажа и свитки, которые помогут вам ее экономить. Еще есть межсерверные зоны для фарма. Тут у нас от стакан, сады и башни дерзости. Со временем можно будет попробовать вставать также на Акельбима и в языческий храм. Все это даст нам кучу опыта, адену, расходку и элементы экипировки, типа плащей и разнообразных талисманов, которые необходимы не только для того, чтобы экипировать персонажа напрямую, но также и для заполнения коллекций, которые дают очень много бонусов. Кстати, все эти вещи можно и нужно затачивать. И вот вам мой совет. Если вообще не хотите там как-то полагаться на свою удачу, то просто обменивайте предметы в особом создании. Но статистически правильнее их затачивать. И тут главное не увлекаться и делать это с холодной головой. Не точите предмет, если он последний. Лучше нафармите на следующей неделе еще таких и тогда уж делайте попытки заточки. Вообще спешка вас ни к чему хорошему никогда не приведет, поэтому те накопленные средства, что будут оседать в кармашках персонажа, не стремитесь потратить максимально быстро. Ориентируйтесь только на хорошие акции, о которых я стараюсь рассказывать каждую среду, когда их соответственно и вводят на серверах. Между ивентами и активностями вашему персонажу нужно будет где-то стоять на постоянной основе. И локаций, подходящих по уровню, будет довольно много. Просто открываем карту и смотрим, где мы плюс-минус подходим по уровню. И тут тоже есть кстати очень важный момент, не стремитесь занять максимально высокоуровневую локацию. Даже если вы там можете убивать мобов довольно неплохо, это еще не значит, что это место максимально круто вам подходит. Тут есть лайфхак, который я уже не раз рассказывал. Выбирайте списка телепортов все локации, которые вам подходят, приходите в каждую и пробуйте встать на кач. Стоите 20-30 минут и записывайте себе в табличку результат по опыту, не забывая вычести с него лампы. Так мы узнаем сколько фармит экспы ваш персонаж. Ориентироваться можно было бы также и на Адену, но она падает очень уж рандомно, поэтому смотрим именно в опыт. Вполне может оказаться, что вот этот спот в равнинах неистовства рядом с кладбищем вашему персонажу 82 уровня подходит гораздо интереснее, чем долина драконов. Хотя казалось бы драконы сильно выше уровнем и падают довольно быстро. Да, такие замеры потребуют времени, но только представьте, насколько круче ваш персонаж прокачается за месяц при такой вот оптимизации. Если вы уже сделали все, что я перечислил в ролике и хотите еще больше выхлопа, то можете воспользоваться еще одним приемом, а именно фарм окном. Дело в том, что в эссенс версии можно с одного компьютера держать в онлайне двух персонажей и при минимальном количестве времени, то есть поставил и забыл, вы можете за месяц неплохо так скинуть себе на основу дополнительных ресурсов. Я, к примеру, активно пользовался таким приемом у себя на канале, когда развивал ее без доната, и это реально работает. А главное, не тратит ваше время. Не будем забывать, что время от времени иноу вводит крутые ивенты с подарками, за счет которых можно такого твинка неплохо приодеть и выучить ключевые скиллы. Если совсем не хочется думать о таком твинке, сделайте себе шием. Если хочется чуть увеличенного потенциала, то можно сделать СБ. И для вашего фарм окна и для основы будет очень важно выполнять ежедневное задание для заполнения вот этой вот шкалы. В нее будут уходить очки заданий, которые вы наверняка уже видели в наградах. Мало того, что есть множество промежуточных каких-то наград, мы также сможем забирать главный приз, который меняется каждый месяц. Конечно, очков выполнения заданий нужно довольно много, но если вы стабильно на ежедневной основе выполняете необходимый минимум, то все вполне получится. Теперь давайте перейдем во внутриигровой магазин. Безусловно, много вкуснятины тут продается за эл монеты, на которые, кстати, если что, можно обменивать на фармленную адену у ребят на рынке. Но кроме того, тут есть хорошие позиции за адену и древнюю адену. За обычную адену рекомендуется забирать руду духов, она нужна для поддержания бафов и очень дешево тут продается. Также стоит забирать отсюда древнюю адену, она также идет из большого количества игровых заданий и требуется на покупку интересных итемов, которые можно использовать для экипировки вашего героя. Древняя адена не то чтобы будет копиться у вас очень быстро, но правильно наметив цели, вы сможете очень доступно забирать нужные вещи. Кстати, за обычную адену еще стоит забрать какое-то количество камней для продления времени пребывания на первобытном острове. Дело в том, что если ваш клан вступит в вар, а такое иногда очень драматически случается, то понадобится локация для того, чтобы безопасно фармить и качаться без угрозы быть слитым ночью. Вообще вся инфа, которая была в ролике, конечно нуждается в том, чтобы вы попрактиковались во всех этих приколах. Я не могу досконально объяснить, какой график вам требуется выстроить для закрытия активностей. Тут много всего зависит от вашего личного графика, прайм тайма найденных кланов и степени буста персонажа. Естественно, что на каждую активность было бы очень трудно ходить. Нет смысла при недостатке времени пытаться закрывать все, что можно. Поэтому моя главная рекомендация это поработать над систематизацией таких активностей. Чем лучше вы выберете то, что вам необходимо больше всего, тем эффективнее ваш герой будет справляться со своими задачами. Желаю в этом успехов и если остались вопросы по материалу, обязательно пишите их в комментариях. Постараюсь там максимально дополнить все, что сказал в ролике. Огромное спасибо за просмотр и совсем скоро увидимся.